ОМТВ Юэй про Головне. Стали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит или нет? Вот это и обсуждалось на двух предыдущих. Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть при той поддержке, которой им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. И значит надо понимать. Разные мнения, это ваше мнение. Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, она на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает. Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешен. Это дело времени. Похоже, что кремлевский пропагандист Сладков начал что-то подозревать. Запорожское направление. Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощнейшим артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду. Тенденция. По нам бьют – мы не отвечаем. И на это есть весьма нехорошие причины. Их несколько, и все они не зависят от воюющих батальонов, полков, дивизий. В нас влетят сотни снарядов. В ответ – ноль. Это что за война такая? А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Почему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше. Ну, мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит, и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно. Но кто-то же все-таки любит. Кто-то любит. Вы находитесь в плену своих иллюзий. Министр образования РФ призвал не пускать в интернет детей до 15 лет. Детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом и социальными сетями. Заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые. Это не только мое личное мнение. Заявил ТАСС глава Минпросвещения. Кравцов также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон. В декабре прошлого года министр пообещал разработать для школ систему белого интернета. Она призвана бороться с негативным влиянием Запада на российскую молодежь. Следующая работа – это информационные сети. Соцсети – это та информационная война, которая ведется коллективным Западом и Соединенными Штатами Америки в отношении детей. И сегодня мы этому противостоим. В том числе создали систему белого интернета с объективным проверенным верифицированным контентом, которое со следующего года будет реализовываться во всех школах, заявил Кравцов. В 1926 году в Германии появилась организация «Гитлерюгенд» – молодежь Гитлера, если дословно. Но со временем это стало одним словом. В этой организации в основном собирались дети членов ныне запрещенной Национал-социалистической немецкой рабочей партии. «Гитлерюгенд» активно помогала Гитлеру и нацистам. Ее члены активно участвовали в погромах и травле людей. В 1937 году данная организация полностью слилась с Национал-социалистической немецкой рабочей партией. Со всеми выплывающими последствиями. «Гитлерюгенд» была построена по военному образцу. Главный лозунг – молодежь руководит молодежью. Нацисты старались привлечь в организацию детей от 10 до 18 лет. Для этого они использовали всевозможные парады, игры, привлекали армию, туризм, проводили спортивные соревнования и так далее. Но все это безумие прекратилось в далеком 1945 году. На Нюрнбергском процессе данная молодежная организация была запрещена, а ее идеология признана опасной. Но не зря говорят, что история имеет свойство повторяться. Причем не всегда в той же географической зоне или стране. В 2016-м, спустя 71 год после разгрома гитлеровской военной машины и запрета нацистской идеологии, появляется другая организация с другим названием и в другом месте, но фактически полностью скопировавшая черты и особенности «Гитлерюгенд». Такая организация появилась в России. Правда, название решили подобрать без ассоциации с лидером страны. Это детско-юношеское образование именуется «Юн-армия». Кремлевская пропаганда называет ее молодежным военно-патриотическим движением. Пока единственная сотня юн-армии в Ярославле и в России. Наш регион первый, кому доверена эта ответственная миссия – возрождение молодежно-патриотического движения. Инициативу Министерства обороны поддержал президент страны Владимир Путин. Теперь обратимся к ближайшему резерву российской армии. Десять старшеклассников прыгнули с парашютом в Чеховском районе Подмосковья. Самолет Ан-2, высота 700 метров, парашют Д-6. Все серьезно. Самому младшему из юных парашютистов 14 лет. Это вклад десантников в новое движение «Юна-армия». Более сотни ярославских ребят и девчонок посвятили в юнармейцы. Таким образом, регион первым в стране приступил к созданию молодежного военно-патриотического движения «Юна-армия». По всей России ныне проходят общие слеты с разных регионов страны, на которых детей учат быть готовыми воевать. Сегодня первые 50 волгоградцев вступили в ряды нового детско-юношеского движения «Юна-армия». Более 500 участников всероссийского движения «Юна-армия» собрались в подмосковной Кубинке на первый съезд. В Волгоградском регионе начинает работу «Юна-армия». 28 мая в парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялся первый всероссийский слет военно-патриотического движения «Юна-армия». Структура «Юна-армии» привязана к местным военным объектам, военно-учебным заведениям, к ЦСКА и ДСААФ. Кто бы мог подумать, что нацистские организации могут появиться на территории одной из стран, которая воевала против нацизма. Как известно, нацизм – это мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию. И хотя кремлевские власти всюду талдычат о многонациональности России и уважении к другим нациям, их идеология построена на подчеркивании особой роли представителей так называемого «русского мира». Министр культуры РФ Мединский рассказывает о лишней хромосоме россиян. Тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Президент размышляет об уникальном генном коде. Страна наша, как пылесос, втягивала в себя представителей различных этносов, наций, национальностей. И, кстати говоря, на этой основе создан не только наш общий культурный код, но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти столетия и даже тысячелетия происходил обмен генами. Это же вот эти смешанные браки. И именно этот наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. «Форбс» сообщает, что Киев перебросил в Курскую область свои лучшие танки. Издание пишет про шведские танки СТРВ и немецкие «Леопарды». Их переброска по версии «Форбс» указывает на то, что Зеленский считает Курскую область стратегическим направлением для Украины. Бывший министр обороны Британии со страниц Дели Таллиграф вызвал брать пример с Нетаньяхо в политике относительно Украины и безжалостно бить врага. Ну то есть попросил дать добро на удары.